Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша тема, третья тема по счету, посвящается открытым повреждениям, то есть ранам, открытым повреждениям органов брюшной полости, диагностика, принципы лечения, первая помощь. Сначала сделаем, наверное, перекличку. Да, девочки, начали? Значит, у нас Чариева Махинур. Здесь руку поднимаем. Махинур. Я. Молодец. Азимова Муниса. Здесь она. Олимбекова Бегдиона. Заходит, ждем ее. Так, Зайнединова Негора. Зайнединова Негора. Здесь, здравствуйте. Здравствуйте. Я здесь. Санаева Шахзода. Санаева. Ага, молодец. Гентель Амкентлиза подготовлена сегодня. Мамадалиева Мадина Хан. Вот, здравствуйте. Очень приятно. Гафурова Мумтаз Бегим. Руку поднимаем. Мумтаз. Мумтаз. Она заходит. Так, значит, она тоже сейчас в пути, да? Да. Ладно. Кто начнет сегодняшнюю тему? Очень интересная, очень актуальная тема в хирургии играет очень большую роль. Так что по списку или с конца начнем? С Гафуровой? Давайте с конца. С конца сегодня, да? Где у меня Гафурова? Готовится. Мама Далиева. Слово тебе. Начали. Давай, Мама Далиева, рассказывай. Раны, что такое раны, открытые повреждения, что в себя она включает? Давайте, девочки. Регламент у нас, запомните, 40 минут, каждому по 5 минут. Ну, они сопровождаются повреждением целостности. Включи камеру, Мама Далиева. Я тебя не вижу. Включена вроде. Давай, вот, теперь включено. Опять ушла ты. Блин. Сейчас, секундочку. Вот, а все. Теперь видно? Все, поехали. Получается, эта рана называется повреждение, толостности кожных покровов. В основном сопровождается болью, кровотечностью в месте повреждения. Вот, ну, как бы, тема же открытые повреждения. Имеется еще этот классификация. Какова классификация? Давай быстро рассказывай. У нас время регламент, девочки. Сейчас. Ты когда там подсматриваешь, наверное, да, у тебя пропадает экран. Получается так? Нет. Ну, девочка, ну давай тогда включай. Так, нельзя. Не по-честному. У меня Wi-Fi пропадает. Сейчас, стойте. Голос-то идет. Голос-то идет, девочки. Все, можно, можно, не бьет? Пусть пока кто-нибудь другой отвечает. Я сейчас пристрою здесь кое-что. А ты прочитаешь, да, пока? Нет, я не... Ну, давай. Кто дальше, девочки? Кто готов? Можно, так далее? Санзода, давай. Санайва, начинаем. Это повреждения кожи или слизистых, возникающие в результате механического воздействия. Не читай, отвечай. Они подразделяются на, получается, резанные, рваные, рубленые, ушибленные, колотые, огнестрельные. Но резанные – это края, которые, они, ну, края, их приблизительно описывать или нет? Именно как раны выглядят? Сейчас классификация, ты начал, дальше еще, как они делятся? Ну, они еще по каналу, они делятся на слепые и сквозные. Это слепые те, которые имеют входные отверстия, а также раннейший какой-либо предмет, он застревает в тканях. А получается, сквозные имеют входные, и они выходные эти, каналы, отверстия. И, ну, рассказать еще виды ран, ну, то, что резанные там, получается, края ровные у них, обильное кровотечение, и заживают они приблизительно, ну, сравнительно хорошо и редко кровоточат. А рваные и ушибленные, они там, края уже чуть-чуть такие, этот, неровные кровотечение имеется. Ну, имеется, но оно такое слабое чуть-чуть, и много поврежденных тканей. А то, что колоты имеют уже большую глубину, уже кровотечение имеется, и оно, как сказать, опасно для жизни. И внешний вид, он всегда такой, не позволяет нам, например, по внешнему виду судить, колоты или нет, тяжелые повреждения или нет. А огнестрельные – это уже при небольшом повреждении кожи, большое, уже, как бы, большое повреждение в глубине, он в глубине тяжести. А еще то, что заживление рассказать. Не надо пока. Как ты будешь обрабатывать рваную рану? Рваную рану? Ну, этот, ну, наверное, сначала я остановлю кровотечение. Затем уже какие-нибудь инфекционные, ой, ну, например, ну, какие-либо инфекционные, ну, инфицирование раны я сделаю. Инфицирование ранодомида? Дезмоделяр. Что применяется? Антисептики. Вспомни, какие антисептики применяются химически, чтобы рану очистить, чтобы она была чистая. Антисептики. Инфицирование ядомида, инфицирование ядомида, инфекции киртопкой ядомида, что ты заразила рану, это будет инфицирование, называется. Ты в этих ошиблос, в глоссариде. Не надо ошибаться. Ты же медик, ты же врач. Как ты будешь обрабатывать рану? Именно каким этим, да? Сможешь ответить? Нет, именно я не знаю, именно каким. Этого не было просто. Так, ладно, следующий. Мохенур, давай, Чарива. Значит, рассказывать обработку или как лечить, да? Как проводится обработка ран? Что рассказывать? Какие есть обработки ран вообще? Как это, что такое-то? Как это называется? Обработки, хирургическая обработка ран. Да, хирургическая, значит, мы используем частные... Как ее называть правильно? Ну, так как мы говорим сейчас про рваную ран. Как правильно называется обработка ран? Первичная хирургическая обработка. П, х, о, мы пишем еще. Поняла? Тебе слышно? П, х, о, то есть первичная хирургическая обработка. Не пропадай, Мохенур, давай, отвечай. Давай про обработки, ладно, до вас еще тяжело доходить. Я тут... Ну, давай, отвечай. Девочки, у нас регламент, девочки, давай, быстро. Да, да, получается обработка, значит, в частности, так как у нас есть несколько подразделений ран, да, рваные, ушибленные, получается, значит, колотые, они все, у каждого есть своя особенность, но, в частности, в основе них всех лежит, значит, обработка антисептическими средствами, химическими, в частном случае, это, значит, растворы йода, растворы, получается, 0,5-2% нашатырного спирта, эфира бензина, который предотвращает развитие микроорганизмов в данной среде. Но, в частности, мы используем систему также свертывания крови, это как бы гемостаз мы используем, да, чтобы получается кровь, она, например, из колотых рваных кров, она не высачивалась, чтобы нам эффективнее было провести обработку, мы используем, значит, систему гемостаза, чтобы, значит, предотвратить кровотечение. Да, в частности, потом, дальше употребляем различные антисептики, чтобы развитие микроорганизмов не произошло, значит, получается, режущие раны мы потом зашиваем без настижения, зашиваем вместе, значит, подкожно-жировой клетчаткой, чтобы в дальнейшем не произошло, получается, кровотечение и неприятных казусов в виде смещей. Значит, дальше, если, например, у нас ушибы или открытые раны на фалангах пальцев, чаще употреблять и иммобилизацию суставов, потому что они относятся к часто движущимся суставам, поэтому если на них какие-то раны, например, по длине сустава или по суставу получается, мы употребляем, ну, как бы не употребляем, а иммобилизируем сустав на 4-5 суток, чтобы, получается, рана, она не открылась еще больше. Значит, в чем же еще, например, если классификация, в частности, от ран, например, режущие раны, они, получается, они удобнее для обработки, потому что внутренние органы чаще всего не повреждают, повреждается внешний покров, и получается, там происходит зияние тканей, по длине тканей мы проводим шов, и мне кажется, это, и не мне кажется, а вообще самое удобное, это, получается, режущие раны для обработки. Вопрос сразу, Мамадалиева, минутка, а есть проникающее ранение? Проникающее ранение, слышал такое? То есть они проникают в полос, брюшную полос, плевральную полость, проникающее ранение. В таких случаях как ты поступаешь, как хирург? Повреждения внутренних органов, проникающее ранение, есть такое, когда ножевые ранения, они задевают внутренние органы. Если это брюшная полость, то кишечник, печень, селезенка, почки, да всё на свете, что есть у нас в брюшной полости. А если плевральная полость, лёгкие, сердце, вот это называется проникающее ранение. Как в таких случаях мы поступаем? Знаешь ответ? Тебе слышно? Тебе слышно? Проникающее ранение. Звука нету, что ли? Что, не доходит? Махинор, включи микрофон. Махинор, включи, да. Э, Мамадалиева, говорю. Мамадалиева хотела. Мамадалиева, что-то Махинор я говорю. Мамадалиева, давай этот, включи этот, микрофон свой. Не слышишь ты меня? Слышишь? Так, у неё что-то зависло. Айсулу, начинай ты. Всё, пока отдыхай. Айсулу, готовься, не отдыхая, готовься. Айсулу, ты посмотрела тесты свои вчера? Ты же писала мне. Да, да, да. Смогла открыть? Сколько получила-то? Да. Нормально? Да, нормально. Ну, сколько? Четыре, пять? Пятёрка. Пятёрка даже? Да, 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 пятёрка. Ну, я тебя поздравляю. Давай, соответственно, отвечай тогда. Вот проникающее ранение. Чего-то никто об этом не говорил. Проникающее ранение. Проникающее? Да, ножевые проникающие ранения. Вот, что это такое вообще? Объясни, как, что происходит? И как поступает хирург? Экстремиально мы работаем. Мы, хирурги, работаем экстремиально. У нас всегда всё должно быть вовремя и чётко, чтобы мы не потеряли больного. Отвечай. Если проникающее ранение, ну, это же, как бы, травма, которая возникает вследствие, там, ножевых ранений, там, или же прокалывание кожи, и оно, как бы, создаёт открытую рану, да? И может, как бы, при этом, при этом этот же проникающий объект может остаться, да, как бы, в ранее. Как хирург, они сначала должны этот, как бы, объект или же инородные вещества убрать с этой раны, а потом сделать, как бы, обработку. Ну, там, слово «как бы» не используй, как бы, это не уверенность твоя. Убери слово «как бы», в хирургии «как бы», вообще в медицине «как бы» нету, ты должна быть уверенно говорить. Ты же с больным работаешь. Что делаешь? У тебя колторезанное ранение, проникающее ранение. Что ты делаешь с больным? Ты в приёмном покое смотришь больного, у него повреждения, ножевое ранение, прям в живот ударили ножом. Что ты делаешь в этих случаях? Ну, сначала, может быть, используем, как бы, компьютерную томографию сначала, чтобы… Правильно. Посмотреть, да, или же рентген отправлять, чтобы посмотреть объём этой раны, или же, там, глубину этой раны сначала должны посмотреть. Не показывает. Глубину может… Что в жидкости, насчёт жидкости показывает УЗИ плевральной полости, или повреждения лёгких есть или нет, или там пневмоторакс. Это показывает рентген. А что показывает УЗИ? УЗИ показывает объём жидкости. Есть ли в брюшной полости жидкость. Понимаешь? Жидкость есть или нет? Жидкость – это может быть кровь. Когда нанесли удар ножом, это может быть кровь в брюшной полости. Вот для этого, для чего нужно. Но иногда, минуя всё это, сразу больного даём в операционную. Девочки, ножевые ранения, они самые опасные, потому что не знаешь, что внутри происходит. Человек может быстро… Рентальный исход. Давление-то падает, постгеморрагический шок развивается. Девочки мои, слушайте, когда проникающее ранение в грудную клетку, в брюшную, это всегда протекает с кровотечениями, раны все. А это, в свою очередь, даёт постгеморрагический шок. Мы боимся потерять больного. Понимаете как? А если сосуды, вот на ногах сонная, не сонная, а сон. Артери феморалис. Есть корона морти. Знаете такое? Слышали? Кто слышал? Да, бедренный. О, бедренный канал. Там что там есть? Корона морти. Когда вот так ударяет ножом, ну вообще, вот куда? Мы всё равно боимся кровотечения. Особенно есть момент, вот именно если в эту точку попасть, человека мы можем потерять. Потому что мы не все сосудистые хирурги. А если рана прямо в сердце, как тогда? Быстро даём больного в операционную, быстро. И туда же мы сделаем этот осмотр, УЗИ-аппарат прямо в операционную заходит. И портативный ещё этот рентген, этот аппарат. Понимаете как? Минута решает больного. Когда вот мы писали историю болезни, я, по-моему, вам занятие не проходило. Историю болезни, когда пишете, там об этом и говорится. Там за пять минут вы должны доставить больного в операционную. Потом уже начинается, это же судебное дело. Это процесс начинается обратно. Всё всплывает. Кто что делал, кто что-то не учёл. Поэтому очень аккуратно насчёт, вообще насчёт всех ран, вообще медицина, это минуты, минуты, секунды решает жизнь больного. А вы неподготовленные полностью, девочки. Как мне с вами? Я теперь буду вам скидывать сама литературу, где что читать. Договорились? Кто меня отвечал сейчас? Я. Айсулу, давай до конца уже. Расскажи мне про фазы. Фазы, регенерация, там что-то же есть такое? Когда идёт тренерам. Ну, там было три фазы, как бы. Воспалительная фаза, фаза пролиферации и реорганизации. Регенерации. А, регенерации, да. Регенерации. Воспалительная фаза, она продолжается около, там, трёх-пяти суток, и она направлена на очищение этой раны, и, то есть, от нежизнеспособных тканей очищается. При этом происходы там… Быстро только рассказывай, у тебя регламент времени, очень мало времени осталось. Ну, там происходит гемостатическая реакция, которая окружает рану. Ну, там, второе – это уже фаза пролиферации. Оно уже начинается с третьей, четвёртой суток, и после нанесения ранений начинается. И при этом… При этом… Запуталась? Фаза. Что такое хирургическая обработка? Первичная хирургическая обработка? Ну, первичная… Первичная хирургическая обработка… У нас очень мало времени, давайте быстро. Ну, это первичная помощь пострадавшему… Первичная помощь пострадавшему, чтобы не дать дальше проникновению инфекции в другие эти органы. А что может быть, если хорошо не обрабатываешь? А уже вторичная идёт? Что идёт вторичная? Вот как раз-таки сейчас ты рассказываешь об инфицировании раны, да? Правильно? Есть такой момент. Да. Есть асептические раны, есть инфицированные раны, есть ещё контаминиозные раны, то есть микробно-загрязнённые раны. Давай о них рассказывай, раз ты про это говоришь. Ну-ка, я слушаю тебя. Асептические раны относятся к операциям, которые не связаны с скрытием гноя. Или же в этих ранах микрофлора как бы чуть-чуть отсутствует, и они должны делать очищение. Дарстаман, Дарстаман. К ним могут... Дарстаман. Могут переходить... Они могут переходить к... Попозже. Вот, врезанные раны, мягкие ткани. Ну, и при асептической ране чуть-чуть истекает кровь. Ну, при этом можно быстро как бы обработать и наложить вот лекопластером. Ой, девочка. Вокруг-то около ходишь. Айсулу. Вокруг-то около. Так, кто у меня остался? Муниса. Рассказывай, что такое первичная хирургическая обработка? Первичная хирургическая обработка – это оказание помощи пациенту, например, если у него спева, нужно, конечно, остановить кровотечение. Вот у нас порядок, да? Остановка кровотечения, предупреждение, инфицирование раны, обезболивание и госпитализация получается. Первичная хирургическая обработка – это то, что ты делаешь с раной. То есть вот когда, Масалян, вот идет по человеку по тротуару, упал, у него загрязненная рана, он к тебе приходит, приемный покой, или в париклинику и говорит, вот я упала, вот у меня. Ты же видишь все вот эту вот рану. Как, что ты делаешь? Какие ты делаешь антисептики? Какие асептические моменты? Какие химические антисептики применяешь? Как ты забинтовываешь? Наложить на рану надо швы или не надо? Об этом идет ряд девочек. Первичная. Есть вторичная хирургическая обработка. Есть первичная хирургическая. Давай, рассказывай. Первичная хирургическая обработка. Вторичная. Вообще, я дашь. Ну да. Трясение, загрязнение, рана. Мало времени. Нужно работать водным раствором антисептика получается. И уже раствором антисептика или же йод. Если там, например, рана связана на голове, то нужно забреть голову и посмотреть уже, очистить эту рану. И получается, и наложить бинт. Нельзя накладывать вату. Нельзя промывать накипяченой водой. Ну, в общем, все стерильно должно быть. Как ты делаешь? Первый момент. Кровь идет. Плюс грязь. Обработка. Вот эти моменты от асфальта, грязь, земля. Вот это вот все. Как ты делаешь? Обработка и очистить рану нужно. Ну как? Говори, как ты это делаешь? С чем делаешь? Какие препараты? Девочки, вы меня сейчас вообще убили. Там применяется трехпроцентный перекис водорода. Трехпроцентный перекис водорода. Нольпятипроцентный гипохлорид. Йод. Спирт. Пожалуйста. Вы что? Вы вообще сегодня... Ну, девочки. Ну, я же объяснила. Неподготовленные вы сегодня. Это же самые такие первокурсники знают. Вы же первый курс проходили в хирургии. Потом говорите, нельзя скачать книгу электронную. Умные хирургии. У вас же есть еще книги хирургические. Дома же есть. Вы все же это готовите. Девочки, так дело не пойдет. Так, кто мне не отвечал? Этот, как, где она зашла? Негор. Вот она, я сейчас... Негора тоже не отвечала. Негора, отвечай. Так, как... Вот есть заживление ран. Какова заживление ран? Как оно идет? Как заживляются раны? Аня, о чем там было? Первичное натяжение... Это я не знаю. После операционной... Слушай, когда после операционной раны зашивают сами, без всяких гноев, хирург зашивает рану аппендиктомия, холецистомия, первичная хирургическая обработка. Все чисто, все вот так, край об край, хороший такой рубец идет, грануляционная ткань, и ты уже убираешь швы. На десятые сутки, если это брюшная полость, если на голове, на пятые, на шестые, седьмые можно убрать, потому что там кровообращение хорошее. Вот когда края все хорошо, без всяких нагноений, ты убираешь швы. Это называется первичным натяжением, то есть края в край рана заживает. А есть еще вторичным натяжением, это когда, когда есть инфицирование раны. Вот хирург сделал операцию, там где-то попало, а септика нарушена, или организм, сахарный диабет, что-то чувствует так, и рана заживает. Долго швы убираешь, до того, как заживает, рана нагноилась. И ты уже здесь думаешь, что, знаешь, что это будет вторичное натяжение. Долго идет, понимаете как? Долго процесс идет. В норме 10, 12, 15 дней рана идет, уже заживает первичным натяжением. Когда уже рана нагнаивается, она месяц, три недели тянется. Поняла? У тебя времени вообще нету. Да, ну там, получается, лечение нужно тогда проводить. У тебя какое-то сегодняшнее это есть? Шинчайм Буарома, понятие есть о нашей теме, о ранах, что знаешь, рассказывай. Есть укушенные раны. Как мы, что мы делаем с укушенными ранами? Особенно с укушенных ран. Укушенные раны, понимаешь, о чем идет речь? Укушенные, которые как бы животные иногда повреждают, раны, да? Да, да. Ну, как бы там, это, бешенство может развиться, и поэтому в первую очередь, как бы вакцинацию делаем тоже. Там несколько этапов идет вакцинация. Когда мы оказываем помощь. Как ты обрабатываешь укушенную рану? Этим в момент тоже нужно оказывать, первую медицинскую помощь оказать там спиртом, вот каким-то антисептическим раствором. Девочки, все слушай меня. Егорочка, послушай меня. Все раны укушенные обрабатываются 20-процентным мыльным раствором. Укушенные раны мы боимся чего? Бешенства. Лечение от бешенства. Бешенства, да. Нету, есть только профилактика. Поэтому, когда мы обрабатываем укушенные раны, мы используем 20-процентный мыльный раствор. Почему? Потому что именно в слюне, при укусе слюна которой, собаки, скажем, собаки, крысы иногда, бывают такие моменты. Микрофон или в очереди, кто-то что-то упал. Кто-то упал со стула. Потому что не отвечает. Потом, смотрите, и, значит, в этой слюне как раз-таки в бешенстве находится очень много этих вирусов. Поэтому, как раз-таки, он нейтрализует. В какой-то части момент есть нейтрализация. Потом используешь йод или спирт. Но в основном про йод. Вокруг раны йода. Не прямо в рану, а вокруг раны. А если рана такая обширная, загрязненная.